Ваня 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 прямо с порога рассказывает нам, что вы где в доме хорошо. Посмотрите, ремонт недавно сделали, а он друга настоящего нашел. Саша, мальчик, который тоже такой же, как я, он ходит со мной на кружок. Он тоже неходячий, его научили ходить, а я вот так хожу. Потом Ваня скажет, что надолго нас отвлекать не будет, потому что праздник уже начался и любезно покажет, где подняться на второй этаж. Сегодня в гости к ним приехали дети со всех детских домов при Волжье, победители конкурса прикладного творчества. Представители Министерства образования вручают грамоты за первые места. Конкурс в рамках проекта ПФО «Вернуть детство». Когда мы увидели сами работы, сначала даже не поверили, что все это сделали подростки из интернатов. Воспитатели умиляются нашим удивлением, все время повторяют, что у них дети очень талантливые. Это платье связала Юля крючком. Вообще оно выставочное, но мерки снимали с самой Юли, и потом она будет его носить. Говорит, что они с девчонками сами от себя не ожидали, что так здорово может получиться. Платье было, конечно, очень сложно, нелегко. Конечно, психовали, что не получается ничего такого. Но потом с помощью взрослых нам удалось связать такие шикарные платья. Даниил тоже впервые попробовал технику Фапье-Маше. Это президентский лимузин ЗИС-110. Еще он ездит и светит фарами. Даниил очень увлеченный мальчик. Ходит во все кружки, которые есть в детском доме. Кружок еще пароходства хожу. Еще здесь кружок вечером, который я вот этим занимаюсь. И еще оригальный кружок здесь вообще занятой. У 14-летнего Даниила очень непростая судьба. Когда он учился в первом классе, мама попала в тюрьму. Отец выпивал, и Данька перестал учить уроки. Не носил тетрадки, стал пропускать школу. Отстающего и всегда неопрятно выглядящего ученика педагоги решили перевезти в школу коррекционную. На общем собрании решили, что за остальными детьми все равно ему не угнаться. Так в интернате для отстающих в развитии он проучился 8 лет. Когда попал в детский дом, воспитатели недоумевали. Как так в коррекционной школе? Мальчишка-то умный. Снова комиссия, снова решение. Ребенок способен учиться в общеобразовательной школе. Перевезти его смогли только в пятый класс. Даня старше, конечно, одноклассников на несколько лет. Но годы, которые присидел в коррекционной школе, сразу не наверстать. В детский дом большинство попадают, как Даня. 85% воспитанников так называемые социальные сироты, когда родители живы, но воспитывать своих детей не могут. Мой отец в тюрьме сидел, а мать меня не смогла содержать. Выпивала, ее родительский прав. Я оказался в Кульбаксовом сначала, в детском доме. Пять лет там прожил, нас закрыли. И вот после этого я уже живу в Палском санаторе в детском доме. Когда мы собрались уже уезжать, на второй этаж поднялся Ваня. Он обрадовался, что мы еще не уехали, потому что в интервью забыл сказать самое главное. Завтра у Ванины мамы суд по восстановлению ее в родительских правах. Суд уже несколько раз, мама проигрывала. Ваня хотел просто сказать, чтобы она не отчаивалась. Будет все хорошо. Я очень хочу вернуться домой. И ты не накручивай себе ничего. Я люблю тебя. Ваня завтра поедет на суд сам с директором детского дома и попытается доказать органам опеки, которые два года назад из семьи его изъяли, что теперь-то, когда он уже научился ходить сам, мама с ним сможет справиться. Ксения Доринова, Алексей Завылов, Объективно, ННТВ.